Всем привет! Наш очередной день на Пхукете начался с того, что мы приехали в южную часть острова, в район Найхарн. Мы примерно находимся в двух километрах от самого пляжа Найхарн и этот поселок называется Банбуа. Сегодня мы говорим о вторичном рынке, то есть это дома не от застройщика, это перепродажи. Конкретно этот дом не продается, он сдается в аренду, но дома здесь в Банбуа идут типовые и дизайн примерно похожий. Дома сделаны в необычном стиле, похож на хай-тек, по крайней мере внешне. Внутрь еще не заходил, не знаю, но внешне смотрится очень целостно и очень красиво. Этот дом с тремя спальнями и нам сказали, что там даже есть бильярд. Погнали! Парковка довольно большая, ее часть крытая, а часть под открытым небом. Мне кажется, здесь можно две машины и четыре байка, может быть даже и шесть байков уместить в легкую. Центральный двор и бассейн посмотрим чуть позже, сначала идем в дом. Так, тут у нас просто туалет. Ладно. Дом просторный, очень просторный. Этот дом кардинально отличается от того, что мы видели до этого на Пхукете. Видно, что это не шоурум, а реальный живой дом. В том плане, что нет здесь огромного количества декораций, хрусталя на столах, по 45 вилок на каждое посадочное место. Здесь минимум всего этого. Так, кухня. Кухня просторная, много техники, ножи, вилки, ну все-все-все. Ну, видно, что люди здесь жили и, как нам сказали, владелец здесь жил целых два года. И сейчас просто временно уехал. Газ стоит. Кухня добротная. Все из дерева, все прям такое качественное. Я могу сказать, что этот дом мне очень понравился. Вот, ну, по своей атмосфере владельцу дома 35 лет. И это чувствуется. То есть, вот все, все, что здесь есть, мне по нраву. Я представляю, что если это был бы мой дом, я приезжал бы сюда с друзьями, сидели бы на этом диване, заказали бы пиццу, пожарили шашлыки, взяли бы попить сока и смотрели бы на этом огромном телевизоре спорт либо UFC и обсуждали там какие-то дела. Ну, как бы видно, что дом молодежный. Бильярд. Здесь даже есть бильярд. Понятно, что это можно сделать в любом доме. И застройщики часто говорят, что ту или иную часть вашего дома мы можем оборудовать в том ключе, в котором хотите вы. Но я вижу это впервые. По крайней мере, на Пхукете. Опять же, к слову о том, что чувствуется, что владелец молодой мужчина. Так, тут турник. Я с удовольствием подтянулся, но я боюсь, что я стану героем еще одного короткого видео с YouTube, поэтому ладно. Судя по всему, это мастер-бедрум, то есть хозяйская спальня. Очень много шкафов. Есть вот маленький туалетный столик. Из спальни идет выход на бассейн, на внутреннюю террасу. Мы чуть позже до нее дойдем. Так, тут ванная. Там туалета, здесь душевая. Ванная нет, но душевая очень необычная. Она прям глубоко посажена. То есть, мне кажется, если здесь пробку закрыть, то вот воду посюда набрать можно легко. Здорово. Все сделано как под камень. Отделка очень нравится. И смотрите, как здесь закрывается. Что с той, что с этой стороны. Ладно, пошли дальше. Здесь, кстати, целых три спальни. Это была первая. Так. Эта спальня чуть попроще. Здесь вот рабочую зону сделали. Маленький кабинет. Одно непонятно, а где шкафы. Не знаю, может быть в ванной. Да, да. Все, шкафы есть. Причем, ну, как бы их немало. Ну, и здесь душевая. Ладно, идем в третью. Всего три спальни. Эта спальня похожа на предыдущую. Я думаю, она абсолютно такого же размера. Только здесь нет рабочего уголка. Здесь просто кровать и телевизор. Так. Так, а шкаф. Шкаф также в ванной. Чувствуется, что дом просторный. Если говорить о площади, то весь участок это 700 квадратных метров, а дом 240. Ладно, пойдемте во двор. Внутренний двор очень красивый. Все в зелени, в пальмах. Хороший бассейн. Бассейн с подсветкой идет. Ну-ка, джакузи. Нет, зоны джакузи нет, но все равно бассейн очень хороший. Как видите, все убрано, несмотря на то, что человек здесь сейчас не живет. За домом постоянно идет уход. Уход за садом, уход за бассейном. В среднем цена в этом поселке на обслуживание в месяц идет от 18, ну и там может быть и до 40 тысяч бат. Но это если у вас прям огромный дом, там в 4-5 спален. Вот такие элементы мне теперь, наверное, всю жизнь будут напоминать Botanica Luxury Villas. Тоже проект на Пхукете. Такие вот камушки сделаны. Я поначалу подумал, что это бадапад, но судя по всему нет, просто элемент дизайна, элемент декора. Выглядит очень красиво. Так, здесь зона, наверное, здесь зона для жарки барбекю, потому что когда мы только заходили, возле байка стояла жаровня для приготовления мяса. Вот, отличное место. Ворота очень стильно сделаны. Если честно, вот у меня ассоциация вот с такой, как это, мебелью, с такими дверями, как будто Япония. Не знаю почему, но сочетание вот черного и дерева у меня ассоциируется с японским стилем. Как я уже сказал в начале, этот дом не продается. Нам его просто дали для съемок. Но в Банбуа есть ряд предложений, которые сегодня актуальны на продажу. Цены на дома в этом поселке стартуют от 500 тысяч долларов. Ну и с каждым клиентом уже нужно график платежей обсуждать индивидуально. Пляж Найхарн мы уже много раз показывали в других проектах. Переходите на наш YouTube канал и посмотрите, какая здесь пляжная территория. До нее здесь около двух километров, то есть 5-6 минут езды. Магазины ближайшие 7-11, Family Mart, находятся в 800 метрах от этого виллого поселка. Поэтому все в шаговой доступности. В общем, если вам понравился этот дом и такой дизайн, пишите нам, мы подберем что-нибудь вам в этом поселке. Не стесняйтесь, у нас всегда 24 на 7 доступная электронная почта, WhatsApp, есть телефон для горячей линии из России. А на сегодня у нас все. Не забывайте следить за обновлениями, подписываться на наш YouTube канал и заходить на наш веб-сайт. Там очень много красивых проектов, очень много полезной и интересной информации. До свидания. Продолжение следует...